Всем привет! Я приехала на кастинг ведущих новостей на канал дважды-два. Представьте! Она была крутой. В общем, мне дали тех. Тут три варианта того, что я должна надо прочитать суфлера. Я, наверное, вторую новость выберу, потому что здесь про белок говорится. Вот и как он влияет на депрессию. Первый вариант тут про пчел, которые способны списывать друг у друга что-то, ну, типа а-ля, списывать, решая головоломки. Это нужно будет прочитать по суфлеру красиво с выражением, и потом, оказывается, нужно будет взять у человека, который работает на телевидении, интервью. То есть не у меня, не я должна буду как-то классно отвечать на вопрос, а я взять интервью на рандомную тему. И сейчас мне нужно будет вот что-то такое придумывать, представляете? В этом я еще никогда не участвовала. То есть что-то прочитать с выражением — это да. А вот взять интервью уже, конечно, непросто. Вот. Здесь мои знакомые ребятки, все кастингуются. В общем, прикиньте. Не, ну это будет очень классно, если получится, потому что, мне кажется, это прям мой формат. Вот. И канал этот очень люблю, и мучики там классные. Так что, если меня возьмут, я буду прям капец как радую, потому что я сейчас был не очень. Вот, смотри. О, господи боже, обо всем это спотыкаюсь. В общем, переживательно, конечно, но думаю, я и переживу. Ребятки, привет! Короче, сам кастинг не разрешили записать, вот. Но зато мне разрешили просто записать, как здесь все выглядит. Вот такая зеленочка, уже знакомая всем блогерам, не впервой. Здесь очень много разного света, которое делает вас суперсимпатичным. Далее здесь суфлер стоит, с которого я читала новость, выглядит это все вот так. Прямо как на РУТВ, когда мы давали интервью с Наташей. И, собственно говоря, я отстрелялась. Теперь будем ждать новости. Я буду вас держать в курсе. Держим кулачки и пальчики, чтобы я прошла, и все было супер. И вы меня увидели уже на экранах ваших телевизоров. В общем, я довольна, на самом деле. Ну, посмотрим, как там получилось. Вот это здание. Тут и дважды два, еще какие-то телеканалы. То есть тут прям очень много всяких офисов и студий. Классно. И там еще, знаете, так, вайбово прям вот, ну, дважды два, чисто канал. Ой, и фон такой красивый. Вообще весна пришла, я прям ряда. Рада, ребятки. Настроение получше. Слава богу, я выбралась из этого дерьма, потому что я прям в какой-то, не знаю, яме была ментальной. Просто ужасно было. Сейчас, конечно, не прям вау, летаю, порхаю, но получше. И это радует. Все, идем в кафешку с ребятами. Итак, ребятки, я отстрелялась. Как по мне, все было достаточно хорошо. Как я и озвучила уже недавно. Сейчас практически под ночь. Время 10 часов вечера, если уже не 11. Скорее всего уже. Вот. Я успела в шоколадницу зайти там со знакомыми ребятами, посидеть. Потом домой ехала. Приехала домой и поняла, что я вот березаряд, знаете, переносные и подкативные зарядки, которые типа в торговых центрах, в разных кафешках стоят. И она у меня уже три дня в кармане. Я не забыла, там уже на 500 рублей набежала аренда. И я просто такая опять забыла. Я сегодня специально взяла ее с собой, чтобы по дороге в офис дважды два, либо обратно положить ее, сдать и все. И забыла, и только вспомнила, когда домой пришла. И вот сейчас я доехала. В последние минуты как раз в 11 закрывался магазин. Я за несколько минут до 11 доехала, положила, сдала и такая фух. Все. На сегодня все. Сейчас я еще немножечко буду прибираться дома. Видите, уже такой макияжик не первой свежести. Вот. Но тем не менее, кстати, удивительно, что более-менее все на месте. Хотя я и кушала как бы, да. Вот у меня карандаш на губах держится. Я не подправляла. Норм. Ну и, короче, буду ждать. Пока не знаю. Мне ничего не сказали, никому еще ничего не сказали, потому что завтра кастинг, день. Послезавтра еще вроде бы последний. И вот через неделю, может быть, через две будут подводить итоги. И кого возьмут, тем напишут. Поэтому я вам обязательно сообщу. Но я бы хотела, потому что это классно. Ведущий на дважды два новостей. Это же прям вау. Не знаю. Я очень воодушевлена. Сегодня прям такой очень хороший, продуктивный, позитивный день. На удивление. Хотя сегодня новолуние. Обычно у меня в эти дни какой-то пиздокряк происходит. Но сегодня все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Сейчас еще уберусь домом, потому что нужно чистить пространство в такие важные дни. Вот да, я это верю. Все это соблюдаю. Поэтому сейчас как раз у меня сила и настрой. Я немножечко в квартире приберусь. И увидимся с вами уже завтра или послезавтра. Кстати говоря, чуть не забыла показать вам свечу. Помните, в прошлом влоге я рассказывала, что купила свечу в золотом яблоке? И на момент, когда я ее принесла домой, мне показалось, что запах какой-то, как будто бы не такой, какой я ощущала там. И как будто бы мне не нравится. Но на самом деле все ок. Это у меня что-то шарики за ролики. Очень вкусно пахнет. Безумно классно напоминает какому-то запахом. Несмотря на то, что она маленькая. Конечно, большую хотелось бы побольше. Но знаете, что имеем там урадо. Вот. И выглядит она нереально. Просто очень красиво, лаконично. Сделано со вкусом. Просто. Сейчас вам покажу. Ну какая же красотень. Согласитесь? Очень красиво. Еще очень классно, что это свеча cruelty free. И она сделана полностью из натуральных компонентов. И здесь не воск используется, а просто кокосовое масло. Представляете? То есть это абсолютно натуральная, классная свеча. Просто супер. Ну и эфирные масла для запаха. Все. То есть тут нет ничего такого, что могло бы портить природу. Либо еще чего-нибудь. Короче, вы поняли. Итак, привет, ребята. Наступил следующий день. И сегодня я иду на маникюр. Буду наращивать ногти. Правда, у стажера. Представьте, получается всего тысячи рублей. Мне кажется, за наращивание супер. Да, мне придется посидеть долго, наверное, очень долго. Но зато у меня будут длинные классные ноготки. Потому что в прошлый раз я пошла в другой салон и, короче, попросила в половину поменьше длину. У меня были свои очень длинные ногти. Мне сделали вот это. Даже учитывая, что отросли. Это пиздец короткие ногти, а не то, что мне нужно было. Какие-то семечки сделали. Я очень расстроилась. Вот. Поэтому сейчас иду наращивать. И буду снимать вам процесс. Немножечко с ними разрешат. Как получится. Самое интересное, что это в том же самом доме, где я занималась танцами в Text Family, где преподавал Шингис. Ну, точнее, Вова Шин. Помните же такого? Просто закрепилась за ним Шингис, потому что у него фамилия Шин. Вот все так и начали шутить. И многие думают, что его реально так зовут. Нет, его зовут Вова. Владимир. Вот. Но это уже неважно. И, короче, просто там я занималась танцами. И оттуда все началось. То есть это такая эра, эпоха. И вот там находится салон. Я сейчас иду туда, и у меня такая ностальгия, знаете. И кринжую немножечко. И теплые какие-то воспоминания есть. Ну, в общем, прикольно. Были времена разные у меня было. Кто знает, тот поймет. Вот. И также сегодня, 23 марта, день рождения моего любимого мужа. Я, конечно, его поздравлю. Он еще не звонил, наверное, там чем-то занят. И, короче, до звонка буду его поздравлять. Но хочу еще и здесь поздравить. Ты самый прекрасный. Я тебя безумно люблю. И я надеюсь, что этот день ты провел классно. Вот. Жалко, что мы опять-таки не рядом. Но очень скоро все это изменится. Я тебя жду, люблю, целую. И с вылуплением тебя, мой самый сладкий мальчик. Так вот, ладно. Немножко мимичности захотелось добавить. Сегодня у меня хорошее настроение. Хотя вчера под вечер мне его кое-кто испортил. Ну, ладно, ничего страшного. Я стараюсь сейчас более как-то на позитивом смотреть. Иначе можно вообще вздернуться. А сейчас иду в салон. Это вообще прикольный салончик. Я давно там хотела попробовать сделать ногти. Они прям специализируются на креативном наращивании. Ну, просто на длинном наращивании. Ну, короче, креативные разные классные штучки. Естественно, и просто покрытие у них есть, и просто наращивание. То есть, если вы хотите однотонные ногти, пожалуйста. Вот. И все никак не могла до них дойти. А тут увидела, что они ищут моделей. Я такая, я, я хочу, я. И вот я сегодня иду. Самый смак в том, что, когда занималась танцами, мы занимались на пятом этаже. И в этом доме нет лифтов. И сейчас я поднимаюсь в салон. Он на шестом этаже. Как старый добрый. Я же до 18 лет жила вот в пятиэтажном доме на пятом этаже. Это трэш. Зато фигура всегда была прекрасная. Думаю, пятый этаж в этом тоже очень сильно поспособствовал. Так, идею я придумала вот такие полупрозрачные. Только не зеленые, а типа, вот знаете, здесь нету фиолетового, но его мне замешают. Вот типа, видите, такие витражные, акварельные. Мне прям очень нравится. Одна рука будет вот такая фиолетовая, а вторая с блестками, вот что-то типа вот такого. Смотрим криминальную Россию. Все, как мы любим. И наращиваем ковырки. Так, мы закончили. Посмотрите, как тут миленько. Во-первых, зеркало, которое у меня больше нету дома такого. Далее, посмотрите, какая красота. Вкусношечки. И мои ноготочки. Внимание. Спасибо за внимание. Итак, я сидела на маникюре с 12 до 8.30. То есть 8,5 часов. Но так как я уже вроде говорила, да, это девочка-стажер. И я вообще у нее, оказывается, наращивание третье. То есть это ее третье наращивание в жизни. Поэтому так. Но для третьего раза, мне кажется, еще и такая длина сделана достаточно хорошо. Вот. Дома еще поподробнее покажу. Но мне нравится. Непривычно, правда. Я сейчас не могла даже лямку отливчика нормально поправить. Но это дело привычки. Причем у меня уже были, помните, как наращивал длинные, но это еще длиннее. Но ничего, привыкну. В общем, класс. Я довольна. Устала, правда. Отсадила попец. Поэтому сейчас бегу отдыхать и кушать домой. Мари, зацени ноготки. В шоке. Кица в шоке. Ряночка. Пришла я домой. Давайте покажу поближе. В общем, это XL длина, как я поняла. Кстати, не знаю, насколько XL, какой цифре соответствует в наращивании. Потому что до этого я наращивала шестерку вроде бы. Но это длиннее, чем у меня было. Причем как будто бы достаточно подлиннее. Вот. Я не знаю, сколько это будет в цифрах. Есть, конечно, какие-то недочеты, но девочка, как говорится, делает наращивание в третий раз. Поэтому для третьего просто на самом деле супер пушка. И я все никак не могу привыкнуть. На самом деле неудобно. Особенно учитывая, что в прошлый раз мне просто спилили нахрен все. Всю мою длину натуральную, к сожалению. Поэтому сейчас вдвойне неудобно. Но я думаю, привыкну. Вот. Дело времени. И вторая ручка вот так. Не могу. Обожаю блестки и всякое такое блестючее. Это не светоотражающий лак. Да, что-то новенькое у Милены. Но тоже блестит. Красиво. Такой фиолетовый. Но тоже блестит. Очень красиво. Я прям кайфую. Не знаю. Мне очень нравится. Просто супер. А вы что скажете? И, короче, я очень устала. Я сейчас просто перекушу. Доделала свои дела. Небольшие, которые у меня остались. И на боковую. Потому что я так хочу спать. Просто. И буду спать, наверное, как убитая. Поэтому увидимся с вами уже завтра. Пока-пока. Друзья, прошло всего два дня. И у меня отвалился ноготь. Средний причем. Завтра пойду переделывать. Вот. Но бывает. Обидно, конечно, жалко. Но я думаю, переделать бесплатно. Плюс оделала за тысячу. Но ничего страшного. Я понимаю, что это стажер. Вот. И она учится. Она в ошибках люди учится. Так что как раз таки она будет понимать, что сделала он не так. И что сделать, чтобы это в следующий раз предотвратить. Вот. Я очень рада, что есть местечко на завтра. Уже завтра поеду. Потому что... Но это обидно. Я сейчас снимаю всякие япи, видосы и так далее. Влог снимаю. У меня уже ногтя нет. Только-только сделала. Ну ладно. И так я дома. У меня установили ноготок. Все сделали. Все супер. И я надеюсь, будет хорошо держаться. Потому что в целом мне нравится. Я думаю, даже в следующий раз делать подобного рода ногти. Только такие более фиолетовые оба. Обе руки точнее. А вам как? Прекрасно. Теперь настало время помыть все мои кисти. Делаю я это вот такими салфеточками. Но не то, чтобы помыть, а продезинфицировать. Убрать остатки прошлых средств. Вот охренища. Немножечко лучше. Ну вы поняли. Я пользуюсь салфетками от Монли Про. И вот такими незамысловатыми движениями. Очищаю кисти. Чтобы хотя бы более-менее они были чистые. Где-то, наверное, после каждого третьего макияжа я мыю кисти специальным шампунем для чистки кистей. Либо обычным мылом для рук. Либо мылом для чистки кистей. Опять-таки тоже от Монли Про. Но штука дорогая, зараза. Заканчивается быстро. Так что это такое дорогое удовольствие, которое мы с вами себе позволить можем не всегда и не везде. Кстати говоря, салфетки тоже стоят около 1000 рублей. Поэтому покупать их регулярно не получается, к сожалению. Но в принципе их хватает надолго. То есть одной вот такой салфеточки с лихвой хватает на все мои кисти, которыми я обычно пользуюсь. Не могу сказать, что я использую как-то слишком много кистей. Но я использую немало кистей. Это, кстати, не все лежат. У меня еще где-то в сумке в рюкзаке точнее была кисть какая-то для пудры. Так же тон очень хорошо отщает. Учитывая, что у меня BB. Супер BB даже от Airborne. То прекрасно. Посмотрите, какая становится салфетка. И потихонечку все кисти становятся более-менее в пудрыжском виде. Их хотя бы можно использовать. Потому что не всегда есть возможность помыть, посушить. Это же не вот так вот происходит. Помыла, она высохла. К сожалению, было бы классно. Кстати, если вы придумали какую-нибудь, знаете, такую штуку, куда после мытья кистей можно кисть засунуть 3 секунды. Ну ладно, 10-15 секунд подождать. Высовываешь кисть чистая, продезинфицированная, помытая, сухая. Все, хоть снова красть. Потом снова помыл шампунь и засунул, она высохла. Типа как руки, знаете, в ТЦ, когда помыл, сушилку засунул, пошел. Вот если для кистей придумали, было бы классно. И я буду орать, если это изобретут. Поэтому нужно запатентовать за мной. Вот я поэтому заранее говорю, что если что, ребята, имейте в виду, эта идея моя, моя, моя. Была моя, есть моя и будет моей. Всегда. Вот. Как говорится, жизнь таковая, больше никакова. Иногда, кстати, беру вторую салфетку, только чисто для того, чтобы получше максимально очистить кисть от тона. Потому что тон очень плотно забивается внутрь борца. и его не так просто отмыть. То есть, конечно, кисти для тона, наверное, проще и лучше смывать в мыле, в чем-нибудь таком, да, а не об салфетке тереть. Но, в принципе, если очень постараться, но двумя салфетками точно за глаза. То есть кисть снова будет мягкой, нигде не будет ничего залипать. Вот. Она, конечно, не станет идеально белой, да, которая она была изначально. Ворссорно имеет такой оттенок. Но, тем не менее, она уже чистая, ее можно будет использовать. Но я думаю, что я все-таки возьму вторую салфетку для того, чтобы лучше ее очистить. Потому что я хочу сейчас себе сделать такой яркий тон. Вот. Не то чтобы не яркий тон, а плотный тон, заметный, и такой, короче, сценический, так сказать. Вот. Грым, как называют некоторые недовизажисты, в недосалонах. Вот, кстати, ребят, хочу очень сильно снимать, блин, на трэш-салоны. Но никак до этого не дойду. Во-первых, я ссыкую. Во-вторых, это, ну, нужны деньги. Это, наверное, во-первых, нужны деньги, а во-вторых, уже я ссыкую. То есть, как бы со страхом можно разобраться. А с деньгами не всегда получается. Макияж. Вот, кстати, почему, откуда идет это ценообразование? То, что вот, типа, макияжа, там, полторы, две, три тысячи, четыре, пять, шесть. Ну, естественно, у кого-то ценники вообще баснословные. Ну, там, понятно, одно дело. Но, в целом, откуда взялось, что, типа, макияж? Ну, это в районе две-четыре тысячи. Это, типа, средний ценник. Почему? Откуда это взялось? Вообще, это, на самом деле, как по мне, как будто бы дорого. Знаете? Учитывая, что это такая процедура, которая на день, порой даже на меньшее, ты пришел домой, там, отгулял и смыл. И все. И этого как будто бы и не было. Если не запечатлил, то вообще, ну, этого и не было. Вот. Как бы, если ты сделал маникюр, ты с ним ходишь. Окей, там, две, три, четыре недели. Реснички тоже две-три недели. А макияж ты сделал и смыл. В тот же день, либо на следующий, неважно, больше трех суток, как бы, да? И то на третий, вот даже макияж Сони Миро, у меня как-то держался трое суток на лице, ребят. И выглядело идеально. Но это макияж Сони Миро, он поэтому и стоил 30 тысяч. Сейчас не знаю, сколько, тогда 30. Представляете? Вот. Но это прям макияж, все макияж, макияж. Я мечтаю так научиться. Красть кто-нибудь, если меня смотрит визажиста, возьмите меня. У меня вообще красный диплом. Я в 14 лет получила красный диплом на визажиста-стилиста. Да, представьте. И после этого планировала пойти в колледж театрально-гримёрный. Начала ходить на подготовительные занятия. Вот. Именно тогда меня одну начали в 16 лет отпускать только в метро, потому что за ручку надоело меня возить. Представляете, вот насколько меня строго и жестко воспитывали, что меня даже в метро одну куда-то там доехать не пускали. На учебу только, когда заколебало всех меня за ручку водить. Реально, в прямом смысле этого слова. Тогда мне сказали, все, метро работает вот так, ехать тебе нужно так. Все, не беспокой нас. Это было так. Я потеряла вообще мусор, к чему я вела. А, вот. Красный диплом визажиста. Ну, вы понимаете, мне было 14 лет. Во-первых, типа, можно было бы понтоваться, кичиться. У меня стаж уже какой, извините меня, 11 лет. Вот. Нихухры-мухры. Но вы сами знаете, какие техники были тогда, как учили тогда. Я не скажу, что у меня плохое обучение. Ни в коем случае оно классное. Но, тем не менее, это все уже немножечко, ну, так сказать, устарело. Правильно? Не просто так же все проходят повышение квалификации, там, курсы всякие и так далее, чтобы повышать свой скилл, становиться круче, да, делать все лучше, качественно, быстрее и так далее, становиться топом. И, короче, мои знания вот остались где-то вот в том году, наверное, и примерно вот с такими знаниями работают люди в треш-волонах, мне кажется. Ну, точнее, еще хуже, но вот это вот примерно из того времени, знаете, когда техника банан, когда на серединку подвижного века мы кладем самый светлый цвет, там, здесь один в уголке и в этот же, точнее, и этот же цвет в другом уголке, и потом стушевым, все вот это вот все, какой-нибудь там, пролепипет, или как это называется, типа, трапециумный уголок, ее растягиваем, это все оттуда. Я это вот, именно вот эту черную хуйню рисовать я ненавидела. Я на экзамене стрессовала. Так, ребятки, это просто пиздец, меня довели до слез. А, еще история. Я когда ходила заниматься, короче, у нас занятия были в субботу-воскресенье, каждые выходные в течение двух или трех месяцев. И в один момент, не помню точно, чтобы вам не спиздеть, но был такой момент, что, короче, у меня не получалось, я прям на уроке расплакалась, потому что, ну, для меня это было что-то ужасное. Да я до сих пор, я даже не берусь, это как баррэ на гитаре. Просто мне говорят, я уже, идите нахуй, пожалуйста. Это вот, ноу. И, короче, получилось так, что я расплакалась при всех. Да, у нас была такая группа из семи, восьми человек, примерно так. Меня все успокаивали, что ничего, все получится, там, не все с первого раза, ничего, ла-ла-ла. Вот, придешь после выходных, наберешься сил и по-новой, все сделаешь классно, тебе получится, тренируешься. Ну, и, короче, я подумала, что следующая неделя из-за каких-то там выходных, то ли праздников, что не будет у нас занятий, я не приехала. Вот, и потом мне никто ничего не писал насчет того, когда начнутся следующие, точнее, я ждала, что нам напишут, когда возобновятся занятия, они не возобновились. Оказывается, что они не останавливались, и все думали в группе, и преподаватель, что я ушла, потому что я настолько расстроилась из-за этого уголка, что я, боже, не захотела приходить. На самом деле, у меня и такие мысли были, но не пришла я только потому, что я проебалась. И, короче, я пропустила таким образом четыре урока, но я все равно долучилась, я сдала экзамен, я получила красный диплом, я привела тогда девочку из параллельного класса, из своей школы, чтобы она была моей моделью. К сожалению, фоток не осталось, я бы вам показалась. Но я сделала неплохо, и, сука, мне досталось сделать именно эти ебучие черные уголки, чтобы их, сука, мочила. Вот. Но, тем не менее, я сдала, но, как бы, сейчас этот диплом я не знаю. Вот. Поэтому я к чему веду, что-то я как-то уже, это, долго, да, базарюсь, веду с вами. Вы извините. А то просто ругают меня многие, когда я сижу на одном месте, типа, ничего не делаю, и долго не меняется локация, и у меня уже триггер, что нужно скорее уже, что-то, знаете, динамику куда-то пойти, что-то сделать, покрутиться, блядь, я не знаю, на шпагат сесть. Вот такая ситуация. Так вот, я это к тому, что, да, у меня красный диплом визажиста, что актуально сейчас. Да, я ходила к Алексе. Кстати, моя любимая Лекса, вот видео, с которым мы не раз снимали, да, в Инстаграм, много фоток с ее макияжами у меня. Я к ней ходила учиться, краситься индивидуально несколько раз. Она уезжает в другую страну, больше не преподает, и когда вернется, неизвестно, и вообще вернется ли. И мне так грустно, я не успела попасть к ней. Последний разок я думала, ну вот еще раз, мы какую-нибудь макияжик закрепим, там, либо новый выучим. И вот она уехала, мне так грустно, мне так хочется куда-то пойти, повысить скилл, мне просто нравится краситься, мне хочется, чтобы мне еще и нравилось, как у меня получается, потому что, ну, вы согласитесь, энергетика и настроение меняется, когда ты накрашена, особенно, когда красиво накрашена, когда все будет идеально. Я этот вайб обожаю. Мне хотелось бы краситься чаще, там, может быть, не каждый день, но по возможности, да. Я вообще, кстати, не понимаю людей, которые красятся каждый день, даже не потому, что, типа, зачем вы это делаете, а откуда у вас столько денег, дорогие мои, вот такой вопрос. Я крашусь только, когда я снимаю видео, и то в последнее время не всегда, когда я хожу на какие-то мероприятия, какие-то тусовки, концерты, там, фотосессии, видеосъемки, но опять же таки, вот все базируется на моей работе, все. В остальное время, там, ну, если куда-нибудь, не знаю, большую компанию, мы идем там тусить, гулять или бухать, или что-то такое, и когда я знаю, что все будут, ну, около нарядные, да, я уж как бомж не иду, а так, честно, мне комфортно вообще, вот мне все равно, вот я сейчас сижу в грязных пижамных штанах, просто флаговочке, в чистой, между прочим, только стиралке, без лифчиков, мне комфортно, мне вообще нормально, я без макияжа сейчас абсолютно с вами, вот, ну, это, кстати, не совсем комфортно, ну, ну, так, в целом, знаете, мне пофиг, не настолько дискомфортно, чтобы вот, краситься что-то там, я бы с удовольствием красилась, но где столько денег на косметику, вот у меня закончился, любимый биби-крем, любимый, биби, я правильно сказала, любимый я сказала, вот у меня закончился, любимый биби-крем, и он стоит 5 тысяч, да, иногда я его урываю на скидке, по 3 тысячи, там, по 4, но все же, и даже с этой скидкой, его сейчас нет, я просто, мама дорогая, чем краситься, и я так крашусь, я редко, и это еще и большой объем, которого мне хватает, там, на 8-9 месяц, кто красится каждый день, я не знаю, вы что за люди, пришлите мне деньги, карта в описании, она правда в описании, если вы мне захотите сделать донат, пожалуйста, в любое время дня и ночи, я вас люблю, обожаю, жду, это вообще без вопросов, все в описании, ребята, вы не представляете, я пошла приводить лицо в порядок, умываться, масочки, хуясочки, все вот это вот, умываю вот так вот лицо, и у меня отлетает ноготь, причем свой, видите, целый, абсолютно, это вот именно материал, вот он, на второй руке, тут был средний палец, тут этот, просто, я только, я сегодня была там, или сегодня вроде бы была, или вчера, ну, короче, вот только-только и поправились, снова, я с ногтями 3 дня хожу, я уже второй раз поеду на коррекцию, если меня возьмут, но очень возьмут, но эти ногти за 1000 рублей, даже не то, что это, нет, то, что стажер делал, я не жалуюсь, я понимаю, что девочка учится, и мне классно, что я делаю вклад в ее обучение, и мне просто обидно, что вот ломается так, вот, а так ногти-то охуенные, вот, ну, ладно, просто это, вот такие факапы у меня постоянные, все, ладно, думала, красиво вам, засниму дальше видео, ладно, пойду умываться дальше, ну, а теперь мне нужно кое-к чему подготовиться, ну, теперь я готова, а вы, вы ведь уже слышали, что 10 апреля начнется марафон контента в Япе, да-да, ребята, 10 апреля начнется марафон контента в Япе, участники которого, публикую видео, каждый день в течение двух недель, смогут выиграть более 100 тысяч рублей, никаких хэштегов и сложных условий, участвовать смогут все, у кого есть хотя бы 300 подписчиков, и 5000 просмотров суммарно за последние 30 дней, так что скорее скачивай Япе, начинай снимать контент, и набирать актив к старту, ссылочка будет в описании, всем удачи, а я тоже попробую, вдруг выиграю, больше всего на свете я ненавижу смывать макияж, мне так грустно, так жалко, даже если он уже такой поживший, пожеванный, поебанный, столько ведь сил, столько души, столько любви было в него вложено, и так взять и просто вот, грустно, поэтому хочется научиться класться, 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 классно, краситься классно, и делать это почаще, потому что это действительно очень классно заряжает настроение, всем доброе утро, сижу, монтирую влог, вот как только проснулась, реально сразу стала заниматься этим, причем этот влог, который вы уже посмотрели, где фотосессия, вот это все, заказала себе кофеек, чтобы было что пить под свой вложек, дальше, хочу сейчас делать масочку, сидеть с ней, вот хотя бы минуточек 25, я же накупила много всяких масочек, я вам показывала, или даже в этом влоге показывала, и сейчас я буду делать вот это, давайте о ней прочтем, и так, это Banu Baggy Water Glow Injection Mask, маска для лица, маска глубоко увлажняет сухую кожу лица, благодаря гиалуроновой кислоте, которая создает на коже невидимый барьер, выпятствующий в строении влаги, гиалуроновая кислота обладает мощными регенеративными свойствами, интенсивно способствует сокращению морщин, придает коже потрясающую эластичность и упругость, экстракт чайного дерева, входящий в состав, эффективно успокаивает чувствительную и проблемную кожу, отлично снимает раздражение, оказывает расслабляющее действие, это для нас, вот расслабляющее действие, цинизация увлажнения, охлаждение, и я, кстати, храню маски в холодильнике, она у меня сейчас такая прохладненькая, приятненькая, всегда так, потому что я люблю, чтобы маска была прям единая на моем лице, потому что это еще и лимфодренажный эффект, такой некий имеет, не прям супер, что вы так осунетесь, но лицо реально подтянется, особенно утром, вот, и сколько у нас здесь написано держать, 10-20 минут, ну, я хочу 25, вот, пока буду сидеть монтировать, все равно, типа, мне лицо ничем не мешает, ничего делать им не надо, поэтому можно посидеть с маской, давайте уже вскроем, откроем, и оценим аромат, ну, как-то мне не очень он нравится, как будто бы пока что, что-то меня вообще как будто бы тошнит, это что такое, так, черная маска, она очень хорошо пропитана, я еще нахожусь ни в ванной, ни одной салфетки, ну, в принципе, окей, конечно же, ладно, ну, просто в ванной снимать я точно никак ничего не могу, там такой закуток, что, не знаю, я-то еле помещаюсь, телефон уже не поместится, но я это blackface, я считаю, как думаете, кстати, ребятки, вот, ребята, многие, которые готовятся к соревнованиям, всякие фитнес-бикини, фитмоделс, фитэнджелс, так далее, они же все используют автозагар, это же получается не только blackface, но и blackbody, почему их не отменяют, типа, я-то понимаю, что это спорт, ла-ла-ла, и иногда толерантность переходит вообще все возможные толерантные грани, вот даже Риана в шоке, Рианочка, переходит все возможные грани, но, блин, не настолько же, но маска, не, черной маской на самом деле смотрится классно, я надеюсь, мои слова сейчас не будут никак перековерить, потому что я ни в коем случае не расистка, я, блядь, в этой маске, это, это самое забавное, что можно было сказать, но серьезно, я толерантно отношусь вообще ко всем, мне пофиг, мне все равно, какая у вас вера, чем вы занимаетесь, наедине с собой вообще, либо наедине там с кем-то, если вы никому не мешаете, никого не обижаете, никого не убиваете, действуете по закону, в рамках законодательства, да, так сказать, и уголовного кодекса, то делайте, что хотите, вот и все, я считаю так, вот, так что человек, даже какими-то вещами, может заниматься странными, ебанутыми, и, ну, типа, неадекватными, пускай, это дело, это у человека, пока это его личное дело, вот, и оно у вас, и нас, и меня, и всех вообще, всех-всех, никогда никому не касается, то есть, всякие личные предпочтения, какие-то занятия, это все выбор человека, и если этот выбор, как я уже сказала, не приступает закон, и свободу, и права другого человека, то почему нет, кого должно вообще ебать, что он делает, и чем занимается, правильно, правильно, я считаю, что устами младенца истинно глаголем, вот такой у нас сегодня диалог получился, мне, кстати, очень идет, как мне кажется, лекала очень удобная, она реально сильно пропитана, вот, вчера я делала маску, я же сейчас пробую Дарлинг, кстати, мне очень многие, ну, где-то из 10 масок, 7 масок Дарлинг, мне прям заходит, но они так не пропитаны, но зато, когда снимаешь маски Дарлинг, не остается вот этой липкости, то есть, к примеру, если сниму эту маску, я не смогу еще где-то час сделать нормальный макияж, либо мне придется как-то промакивать, либо тоником, вообще убирать маску, смывать, это странно, типа ты ее сделал не для того, чтобы смывать, эта эссенция должна впитываться, сука, впитываться, и так далее, и мне вот интересно, всякие листовые масочки, одноразовые, они вообще созданы для того, чтобы служить базой под макияж, или нет, потому что на какие-то, я в какое-то время тестила, использовала маски исключительно, как базу под макияж, потому что мне было жалко использовать маску просто так, чтобы никто не заметил, а так я хотя бы ее, ну как базу использовала, улучшила формат макияжа, ну грубо говоря, его качество, количество носки, и вот это вот все, вот мне кажется так, то есть первое время, когда я скупала маски, я их использовала всегда просто на ночь, либо по 300 раз днем, просто чтобы улучшать кожу, мне так нравилось, и я никогда не делала макияж поверх, потом наоборот у меня стало, что если я делаю маску, то я 100% делаю макияж, потому что я должна как-то по максимуму задействовать, да, то, что как бы я использую, и за что я заплатила, вот, а сейчас мне стало все равно, то есть я могу, секунду, вот этот человек просто очень сильно хочет в ванную, а дверь туда закрыта, открыть не получается, и человек очень сильно нервничает, очень хочет в ванную, и, наверное, думает, что я там без нее купаюсь, сижу, но, Реальшенька, зайчка, ну ты видишь, я здесь, зачем ты в ванной, ну так вот, ну как бы так сказать, я не знаю, даже как сказать, что там такого, что такого в ванной, зачем ты задойдешь, вот хочется и в ванной, все орет, вот если ей что-то надо, она орать будет так, что вам придется за ней прийти, вот такая малышка, Леонечку-пылечку, у меня масочку, все, не могу тебя целовать, малыш, ладно, скажи всем привет, привет, не зягусь, заю, хватит, эти шутки уже не актуальны, это вообще вот, ну, я не одобряю, особенно с такой маской, короче, ладно, ребятки, я надеюсь, вы понимаете, черный юмор, он реально черный, это, блять, сука, сейчас еще опять скажут, что, короче, шутки, это просто шутки, и реально, я просто шучу, но что, это черная маска, черная, шучу я по черному, по черному, люблю черный юмор, люблю, вообще, черный цвет люблю, ну, это просто цвет, давайте относиться ко всему, как просто, к тому, что существует, вот есть вещь, и она просто есть, всякие-то эти смыслы, какие-то домыслы, теории заговоров, ребят, вы сами усложняете себе жизнь, дайте выпить мне кофе, просто спокойно, утром вообще, вот, завели шарманку, я не успела устать, уже тут это, что-то вам поясняю, по понятиям, хорошая чертовка, я обожаю капучино, так вот, про маски, возвращаемся к этому, мне стало интересно, я ранее, прям, стало интересно, столько шерсти во рту, таскать, ну, будет, завтра еду чинить, и ресницы коррекции будет, у меня завтра день коррекции, блядь, день коррекции ресниц, день коррекции ногтей, жалко, что не будет дня коррекции жизни, блядь, ну, был зато корректировочный класс, ладно, шучу, короче, можно ли, точнее, используются ли маски, как база под макияж, потому что, как раз таки, несколько масок от Дарлинг, даже с учетом того, что я дала ей эссенции впитаться, прям, достаточное время на лице подержала, липкости никакой не было, и в целом, они не такие вот, они не пропитаны так, что у вас прям лицо, знаете, можно будет то растирать, а с Дандашей, до Далекатэ, да, блядь, до ДК, до ДК, столько материала, столько эссенции, такого не будет, поэтому, значит, маска просто не подходит, потому что я начала наносить макияж, а я еще и новый тон попробовала, то есть, мало того, что попробовала тон нанести на неизвестную мне маску, то есть, уже такой вопросик, да, получится ли мэк или нет, так еще и неизвестный тон, ну, просто два в одном, я не знаю, это проблема тона или маски, но, такие проблемы были и до этого с другими тонами, с другими масками, то есть, вряд ли это так, просто, наверное, совпало, но, короче, сложение, ой, точнее, впечатление, у меня уже все, и сложение впечатлилось, впечатление сложилось, утро, ребят, извините, вот, и, короче, сложилось такое впечатление, что не все маски дружат не со всеми тональными основами, так как и тональная основа не со всеми масками, То есть у меня есть маска, на нее идеально ложится мой любимый тональный крем от Urban Decay. Но на эту же маску мой BB крем ложится так, так, просто трэш. И наоборот, может быть, то есть, ну, короче, вы поняли. Так вот, и на какие-то маски никакие макияжи не ложатся. Я и думаю, может, они для этого не созданы. Может, вообще, в принципе, то, что на какие-то маски хорошо ложится, типа, дальнейший макияж и тон, это просто совпадение, ну, типа, просто такое счастливое стечение обстоятельств. Ну, вот что вот, можно так сделать. Потому что Sony Miro часто, типа, я у нее вижу stories. Вообще, многие, да, делают маски, потом, типа, как базу, как будто это какой-то... Ну, не сенс, я забыла слово, господи, вот эти жидкие штучки через пипетки. Как же это называется, господи? Сыворотка, сыворотка, вот. И типа а-ля маски многие используют, в том числе и визажисты. Причем крутые, реально крутые визажисты используют, как сыворотки. Типа, знаете, вот эти все видео в Reels. Причем, кстати, я не смотрю Reels, но, так же сейчас можно говорить. Раньше это были просто видео, либо IGTV, либо stories. Типа масочку сняли и начали поэтому красить. И типа, у кого-то маска, это вот прям что-то вот такое вот, супер база. А оттуда и пошло все делают. Я думаю, я буду делать. А потом поняла, что со многими масками у меня, ну, ущербно смотрится макияж. И намного лучше бы он смотрелся, если бы я, в принципе, кожей никак не занималась перед тем, как нанести тон, чем если бы я занималась вот этим. И я не понимаю, как это определить. Методом проб и ошибок. И может лучше все-таки не нужно делать маски перед макияжем. Или, может быть, нужно маску запечатывать сывороткой какой-нибудь, либо базой, либо кремом. Но я не знаю, маску кремом запечатывать вообще так и делается. Типа, знаете, можно всякие тоники сыворотками запечатывать. Так же сыворотки, да, можно кремами запечатывать. А с масками так можно. По идее маска, это же типа, ну, прям финальный штрих. Типа, прям маска. Ты вот сделал и все это. Типа, вот максимум того, что можно было бы. Куда еще на это что-то повер? И у меня некого спросить. И мне стало интересно. Я вот этим вопросом, вот видите, что у меня в голове творится. Вот если мне что-то становится интересным, я хожу и думаю, почему на таких вещах, на которые, ну, типа, большинство людей обычно не додумываются. Вот. Ну, с ума схожу. Ну, как обычно. Вместо того, чтобы монтировать, я с вами тут уже 12 минут разговариваю. Ну, блин, вот так. Как у меня, знаете, я либо прям суперпродуктивная и фигачу, 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 фигачу. Уже путаюсь, где какой влог, и что я делаю, что монтировать, что куда вставлять. Либо я лежу, и у меня нет сил вообще ни на что. Вообще ни на что. И я не знаю, что с этим делать. Вот это вот так. Просто всегда я думаю, вот силы чуть-чуть появились, надо работать. Надо фигачить, надо ебашить. Прям вот до талого. Пока есть возможность, пока есть этот заряд. Я сейчас, знаете, кого себе напомнила? Эти есть зайчики, типа батарейки рекламы, где они такие супер... Как же они называются-то, господи, я не помню. Похрен, вы меня поняли 100%. В детстве особенно, там, не знаю, если вы годы хотя бы 2000, что вы понимаете, о чём я, вот эти вот зайчики на перегонки бегали. Вот я сейчас похоже, блядь. И вот так же заряд пока есть, я бегу, он заканчивается, я всё, хоп, и мне нужно заряжаться. Вот. И самое-то странное, страшное и ужасное, что то, чем я могу заряжаться, у меня этого практически в жизни нет. Вот поэтому я и заряжаю сейчас по чайной ложке. Ну или как мой iPhone 6s, вот так вот по 9-10 часов заряжается. На одном проценте по часу ставим. Ну вот, это я. А зарядка хотят нового 12-го iPhone. Вот. Аккумулятор просто сдох. Кстати, может, у меня аккумулятор уже такой... Хуйню какую-то несу. Ладно, ребят, всё, мне нужно монтировать. Я, кстати, ещё какой-то... Реан, ну зачем? Вот кошки постоянно начинают мне мешать снимать видео. И мы просто с вами так давно не видели, что мне столько всего хочется рассказать, чем-то поделиться, потому что я, наконец-таки, выползла из своей норы и такая, типа, «Привет!» И меня поэтому так много. И меня это немножечко тоже настораживает. Надеюсь, вам всё нравится. Ненавижу, когда маска на рот залазит. Это просто трэш отвратительный. Прямо тошниться хочется. Вот. А мне же и покурить нужно, и кофе попить, и видос помонтировать. Вот. Давно не виделись. Много всего скопилось. И поэтому сейчас постараюсь не пропадать, ребятки. Ничего не обещаю. Но очень постараюсь. И вернусь к вам. Давайте уже чуть-чуть попозже, когда сниму маску как раз. Добью кофе, поем. И заодно скажу вам, как вам эффект. До сих пор она очень сильно пропитана. Больше там если посмотреть. Не знаю, насколько вам видно. Но типа... Видите, да? Насколько у меня жидкий палец. Мокрый, точнее. Вот. Ну, необычная лекала. Но самое главное, что она, в принципе, неплохо лежит. Она закрыла всё лицо. У меня, правда, бесит всегда лоб. Хотя у меня лоб большой. И это не то, что комплекс. Но мне это не очень нравится. Я бы хотела, чтобы... Да, вот он вот так, по-моему, может даже поменьше. Идеально. Вот так вот мне отрезать можно и сшить. И, короче, да, лба не хватает немножечко. Прямо так конкретно. Хотя я до конца прям расправила. Идеально, видите. Тут лежит всё хорошо. Причём здесь много на подбородке. Хотя обычно маски, знаете, вот до сюда еле доходят. Есть такая проблема. Под некоторые корейские лица, они же у них маленькие. Делают маленькие маски. А тут чуть-чуть наоборот. Здесь делали нормально. Даже вот так можно. Распределить. Эту консистенцию. А на лбу как-то пожалели. Ну, ладно. Сейчас проверим. Вообще интересно, что это за, типа, вот эти маски со шприцами. Типа бьюти инъекции. И я ещё взяла попробовать персикового цвета такую упаковку. И обе написано, что увлажняющие. Я думаю, ну ладно, увлажняющие и увлажняющие. Возьму две. Да-да. Как-то так. Всё, ладно. Буду монтировать дальше, ребятки. Скоро вернусь. Нет, я всё-таки вернусь. Я вспомнила, что я не так, не совсем так, точнее, закончила мысль, которую хотела сказать. Вот когда я говорила, что типа, не важно про маску, когда мы обсуждали про чёрную, про толерантность. Не только не важно, чем вы занимаетесь и что вы любите и так далее. А также не важно, какой вы расы, какой вы веры и так далее. Вот это вот вообще абсолютно всё равно. Главное, чтобы человек был хороший. Всё остальное вообще не важно и никого волновать не должно. Я к этому веду. То есть, ну, делать что хотите, любите, что хотите, верьте в кого хотите, выглядите как хотите. Главное, будьте чёткими пацанами и девчатами. Изи. Ну, что я могу сказать. Кожа не супер липкая, но липкий слой присутствует. Хотя прошло 30, может быть, даже 40 минут, если не 45, после того, как я сняла маску. То есть лицо ещё такое липкое, поблёскивает. Это очень хочется смыть чем-нибудь наподобие тоника. Я решила, что сегодня ничего больше не буду снимать. Ни япи, ни для влога ничего. Ну, потому что просто ничего не будет происходить. И красить сейчас лишний раз как-то, знаете, и лень, и нет каких-то идей. Поэтому я думаю, ладно, оставлю на завтра. Завтра как раз активный день. Много всяких мест, куда я поеду, где можно будет подснять, что я и сделаю. Поэтому ещё не всё. По маске, помимо того, что как бы липкая, я просто лично, я, субъективно моё, да, такое личное мнение, неприятно, когда вот какая-то липкость остаёт. Вот. Не всегда я люблю это ощущать на лице. Но не знаю, не знаю, как на неё нанёс я бы макияж. Потому что лицо хоть и немножечко липкое, но такое оно очень, как будто бы, сглаженное. Вот знаете, есть затирки для пор, типа как от Benefit. У них есть Pore Fashion вроде называется. И вот это ощущение после того, как ты это наносишь, такой бархатной, велюровой кожи, только немножечко сальный. Вот. В остальном, вот так-то приятно. Возможно, на это макияж лёг бы классно. Не знаю. Вот я сегодня краситься не буду. У меня только стрелки. И то оставшиеся это суточные стрелки. Они были ещё рано утром. Вот. Я их не смывала. То есть я как бы всю кожу умывала. Думала, что я ещё сегодня буду что-нибудь снимать. И накрашивать, чтобы это выглядело всё посвежее, как-то по-человечески, получше для камеры. Прям, знаете, красиво. Но сейчас поняла, что такая нет. Я сегодня хочу просто отдохнуть. Вот. Точнее, как отдохнуть. Я вообще-то весь день монтирую влог. Вот. Почему у меня с него ещё не остаётся. Я не хочу что-то снимать, потому что я смонтировала влог. Я начала монтировать второй влог. Я написала описание, поставила теги. То есть вы не думаете, что это всё быстро происходит. Очень долго. И самое моё такое нелюбимое, знаете, в процессе видео на YouTube, когда ты смонтировал, и тебе нужно подготовить его к выгрузке. То есть название придумать, описание, теги, хэштеги. И всё это должно быть по особым критериям. То есть по-особому проставлено. И умение это правильно делать может как подарить просмотры, так и забрать. Поэтому это важно. Я с этим парюсь. И вот сейчас я сидела, писала себе описание, вот эти теги, все названия. Хотя казалось бы, да, типа это дело двух секунд. Но нет, ушло у меня, наверное, не знаю, может быть минут 20-25. Да, окей, это недолго, но это занимает время, блин. И это бесит, то есть, ну это прям раздражает. Хочется взять, просто видео готово выгрузить на YouTube и ждать ваших комментариев. Приходится ещё вот это что-то придумывать, чтобы вы его могли найти, чтобы по тегам оно всё там классно ранжировалось. Короче, это такая нервотропка. Это ещё и нужно в SMM думать и в Target. И вот как всё это работает. Кстати, хочу углубиться в эту тему и изучить. Не знаю, как туда войти. Где искать инфу. Но вот есть такая мысль. Всё, ничего больше интересного происходить не будет. Поэтому до завтра. Пока-пока. Блин, я что-то тысяча раз ушла от темы. Я всё хотела сказать про то, как мне эта маска, помимо того, что она липкая. И каждый раз что-то мои мысли уводят в дебри какие-то вообще. У вас так же? Напишите, кстати. Потому что я могу просто перескакивать с темы на тему. И походу это немножечко ненормально. Короче, по ощущениям кожа напитанная. Такая, знаете, увлажнённая прям. Ну, хорошая. Ну, вот прям такая приятненькая. И я оцениваю эту маску на семь с половиной из десяти. Всем самое добрейшее утро. Только что, реально, только что проснушись, милена. И, сука, опять я всю эту наволочку вот так вот... Вот ну как так можно спать? Вот я лежу. Когда я ложусь, она заправлена. Причём заправлена нормально. Вот туда так глубоко просыпаюсь. Я просто лежу на этом диване. Я уже закрепалась. Я так не хочу вставать. Просто вы бы знали. Я так хочу спать, но придётся вставать. Приходится. Уже пришлось. Потому что у меня в час тридцать коррекция ресниц. И в пять тридцать вроде бы коррекция ногтям. Вот. Я вам вчера об этом говорила. Поэтому мне нужно будет выбегать уже где-то через полтора часа. А я вообще-то собиралась хотя бы помыть голову. Хотя вот сейчас смотрю. Она не выглядит плохо. Даже удивительно. Вы знаете, я зря бы канула на тот шампунь. Помните, я вам показывала в прошлом влоге. Оказывается, это вот... Ну, я правда только два раза пока что мыла голову. Но... Как бы голова выглядит реально нормально. Получше как бы даже, чем было. Вот. Ну, короче, такие пироги. В любом случае сейчас я жду свой кофе. Потому что без него я не могу начать свой день. Кофе, круассанчик, шоколадку. Я просто капец как люблю шоколадку от... Гречишную шоколадку. Господи, от Елен Бар или забыла, как называется. Короче, вы поняли. Вот в коричневой упаковке они есть и с белым шоколадом, и с чёрным. И там вообще разные. И с имбирём даже. Просто ну ладно, о вкусах не спорят. А я люблю просто вот типа молочный гречишный шоколад. Горький тоже могу поесть, но гречишный молочный прям. О, мой гад. Вот взяла с кофейком. Он когда тает, такой нежный просто. О, боже. У меня есть ещё гречишный чай. Это просто отвал башки. Сейчас нужно будет собираться. Вот. По ресничкам у меня просто вот здесь вот чуть-чуть подвыпало. Буквально там 2-3 пучка. Вот. Но они большие, поэтому заметно. И здесь уголочек что-то у меня опять выпендривается. Сейчас мы это исправим всё быстренько. Я надеюсь, не больше часа. Ну, скорее всего. Вот. И ноготочки тоже, тоже что, один ноготок мне дают. Хотя у меня ещё вот большой, короче, вот так. Вот это, кстати, не за... Вот если бы я не показывала, не говорила, было бы незаметно. Но у меня вот здесь угол. Вот, видите, что с ним? Вот, вот. Так заметно. Наконец-таки. Что вы так смотришь, типа, всё норм. А на самом деле не норм. И не норм то, как я сейчас выгляжу. Поэтому более-менее пройду всё в порядок. Самое обидное, что я ещё не могу нормально накраситься. Потому что мне будут делать ресницы. И всё. И здесь, и здесь вот это всё сотрут. Во-первых, потому что мне вот эти вот мои остатки сладкие, блядь, надо будет сейчас тереть. И во-вторых, ну максимум, что я смогу брови накрасить. А мне влог вам снимать, между прочим. Ну, что-нибудь придумаю тогда после ресниц. Вот. А пока буду ждать свой завтрак. Естественно говоря, мне страшно смотреть на себя. Поэтому я сейчас снимаю буквально вот последнюю минутку. Я надеюсь. Потому что при монтаже иначе у меня инфаркт хватит. У меня карда вот от этого лица. Короче, привезли кофеёк. Вот. Капучино. Стала брать самокат и одни в лавке. Почему? Потому что доставка в лавке стала охреневшая. Просто очень дорогая. И порой берёшь продуктов меньше, чем стоит доставка. И нафиг оно надо. И, ну, реально по 360 рублей. Зим, типа, 360 платить за доставку. Когда раньше это было 69, там, 125. И тогда даже 150-190, когда повышалась доставка, я не брала. Думала, сколько платить за доставку. Типа, нет. А сейчас по 360. Да вы что-то махренели. А в самокате, типа, есть цена 390, вот, который ты заказываешь. И всё. И за доставку ничего не берут. Но один раз помню, было что-то такое. Вот. И ещё я помню, когда самокат работал круглосуточно. И я заказывала ночью. Ещё когда вернулась туда, в пятиэтажный дом свой, где я росла и родилась. Помните? Ну, точнее, родилась я не прямо в этом доме. Ну, короче, вы поняли. Всё, утро. Чего орёт-то в ёбаный рот? Трэш! Сам ушёл туда, орёт. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, дай покажу. Иди сюда, Кил. На, иди сюда, Кил. Стой. Стой. Ну, иди сюда, ты чё ты пиздец? Стой. Да, блядь, ты чё не боролся? Да, Кири, блядь, чё-то он не в духе. Иди сюда. Ты чего? Ты чего? Я вообще ничего с собой не делаю, ведь боролся. Ты чего, малой? Ну, малую, конечно, назвать сложно. Ну, такая лялька у меня выросла. Почти 8-килограммовая, 7,8, представляете? Да это, кусь, козы, пупсик-мупсик-майки. Ладно, всё. Забегала за ним, сумасшедшая. Не знаю, что он так убегал. Наверное, подумал, что я, не знаю, там, мыть его захотела. Ладно, в ванную понести или чем-то ещё заняться. Явно не тем, чем он бы хотел. Потому что, как бы, обычно он не убегает, когда я подхожу к нему, чтобы там сделать что-нибудь, любое, в скобках уберить. Короче, ещё и бегать дня в том, 9 утра просто, ребят, для меня это, ну, немножечко такое, ну, я сплю обычно в это время, в 9 всё-таки я люблю спать. Вот, поэтому, хотела что-то рассказать. Забыла за этого куська, блин. Обещала же вам что-то, что планы на день, вот что-то забыла представить. Ну, ладно. А про шоколадки я, кстати, вот эти говорила. Nature's Own Factory. Полезный. Ну, не знаю, насколько. Полезный. Но, по крайней мере, он очень вкусный, приятный. Вот. Не могу сказать, что его можно есть каждый день. Типа, то, что он такой крутой, потому что он горчичный. Нет, каждый день, как и любые сладости, желательно не есть. Но, если у вас есть выбор, какой шоколад есть, лучше этот, реально. Ну, по крайней мере, он просто вкуснее. Вот. Я говорю, что чай вкусный. Но, говорю, чай ещё и полезный. Насчёт шоколада. Кто-то душит у меня. Капец. А насчёт шоколада. Чё, даже ничего плохого не хотела сказать, не прорукать, ничего. Или... Хотела так-то. Типа, не знаю, насколько он полезный, но вкусный, это факт. Вот, что я хотела сказать. Всё. Закрываем лавочку и встретимся уже, наверное, на ресничках. Решила перед выходом сделать масочку, но чтобы хоть какой-то уход за лицом был. И выбрала вот эту. Мой выбор пал сегодня на эту. У меня полный холодильник масок. Ну, не совсем прям полный, но достаточно там есть. Как бы с небольшим запасом на недельку там, допустим. Вот. Так что сейчас буду её делать. Так, вот, нанесла маску. Лекала, конечно, не самая удобная. Я всё-таки не набираю вот это место, она переносится. У меня постоянно здесь какие-то траблы с маской. И здесь, кстати, очень много лекала, и это классно. По углам лба опять не доложили, но хотя бы здесь доходит до верха. Пропитана очень сильно. Я её вытащила оттуда, просто стекала. Давайте почитаем, что она нам обещает. Уникальная тканевая маска содержит коллаген и алантонин, оказывающие заметный эффект лифтинга, повышающий эластичность и упругость кожи. Натуральные экстракты, гранаты и центилы азиатской бережно заботятся о вашей коже, глубоко увлажняют и защищают от вредного воздействия обрушающей среды. Вы выглядите роскошно и молодо. Надеюсь. Это, короче, типа анти-вринкл против морщин. Вообще мечтаю, чтобы были всякие маски, типа, знаете, тупо на лоб замораживающие. Да, временно, но зато вы, типа, на лоб нанесли, и у вас вот этой гармошки, как у крокодила Гена, не образуются. Вот. Поэтому, может быть, с кем-то создадим такое, ребята. Если кто-то смотрит на меня из крупных косметических компаний, что-то у меня нос начинает закладывать. Это что за хуйня вообще такая? Ой, в общем, вот, сижу, жду. Кстати, я всегда ставлю таймер. Вот здесь написано 15-20 минут. Я поставила 20. И ставлю я его для того, чтобы не снять маску раньше времени. Потому что, когда звенит таймер, я могу еще минут 15 и 10, там могу 2 посидеть, либо сразу снять. Но самое главное, что вот необходимое время, максимальное, которое нужно было, точнее, минимальное для того, чтобы кожа впитала в себя все, что ей нужно, чтобы я отсидела. А дальше уже по настроению могу побольше посидеть. Особенно, когда я читаю, я очень долго могу с маской сидеть. Как раз я решила, что я сейчас не буду краситься. Ну, опять-таки, куда краситься, да? Если мне все это будет потом смывать на ресницах, как я выйду, потом на маникюр поеду. С полусмытыми глазами, с полусмытым тоном вокруг глаза, это получится какая-то панда недокрашенная, непонятно. Поэтому пофиг. Вот. Бальзам на губы нанесу. Вот масочку сделаю. Бровки только, естественно, единственное. Брови накрашу, чтобы хоть более-менее вид был окей. И все. И думаю, может быть, заехать за свечкой. Моя закончилась. Представляете, вот это вот Мэри. Вот она стоит. На другой свечке. А, нет, я вас обманываю. У меня такое зрение, что покажу. Вот она стоит, а там ничего не стоит. Сука, ору. Просто пиздец. Все. Короче, а где свеча-то? Нет, мне стало чисто интересно. Я хочу найти вам и теперь показать. Потому что, типа, алло. А вот она. Она немножечко в другом месте. Вот Мэри. Вот все, она закончилась. Представляете, не прошло и двух недель. Реально, это самая быстрая свечка. Точнее, самая быстрая заканчивающаяся свечка, которая у меня только вообще когда-либо была. Вот, все. Ее не поджечь, ничего. Но она была вкусненькая, да. Но маловато, конечно. Мне хочется, чтобы там было еще больше аромата. Был большой вариант. Но, извините, почти четыре штуки платить. Сейчас. Не сейчас. А если вдруг кто-то хочет задоначить на свечу, мне лени сделать ее чуть более счастливой, то все карты и ссылочки на донат есть в описании. Лапки-чмавки. У меня сейчас компьютер не захотел выходить очень долгое время из спящего режима. Я сама лично сейчас вот чуть в этот спящий режим не вошла из-за этого, потому что я подумала, о май гад, именно когда мне нужно загружать влог, когда наконец-таки я все сделала, столько материала на компьютере. И я такая, нет, нет. А у меня уже старенький компьютер. И по идее его как бы нужно менять. Ну, либо модернизировать. Что опять-таки, мани-мани, да. Как бы, говорится, любой каприз за ваши деньги. А нашего денег у меня нет. Ну, ладно, это не важно. Что еще я хотела сказать? Компьютер включился, слава богу, потому что я очень переживала. Все-таки влог будет зависеть сейчас только от этого. Точнее, зависел. Я надеюсь, сейчас все отгрузится, потому что еще немножечко глючит. И меня это настораживает. Нужно что-то делать. Я не знаю, с компьютером. Может, кто-то разбирается. Хотя бы за денежку, как мастер какой-нибудь, может, у меня с вольт приедет и сделает так, чтобы у меня компьютер получше работал. Насколько это возможно. Я не знаю, что нужно сделать, потому что он уже очень сильно тупит. Просто максимально прям, ну, вот все, как будто бы как мой iPhone 6s, короче. И я хотела вам сказать, что если вы все еще не в курсе, а если вы не в курсе, то вы, конечно же, не подписаны на мой фотограмм, вы не подписаны на мой телеграмм. И это прямо сейчас нужно исправить. Активные ссылки для самых ленивых есть в комментариях. Один клик, и вы уже на необходимой вам странице. Здесь сейчас выплывет подсказочка. Тоже можно ввести. В фотограмме я Милена Мурмур. В телеграмме я Мелинатор. И там я провожу конкурс. Конкурс на мой мерч, на мой сладкий мерч. Вот эти бошечки. Я разыгрываю вот такую баночку. Потом еще будет второй конкурс с второй баночкой. Но пока что вот этот. Конкурс этот будет до 2 апреля. Может быть, продлю до 3-го, чтобы у всех была возможность, если вдруг я выпущу этот влог поздно. Но явно не позднее того, когда закончится конкурс. Поэтому если вы сейчас это смотрите в день выхода влога, у вас есть еще время и возможность поучаствовать. Условия невероятно простые. Просто мы реально максимально простые. Я знаю, как бесит, когда блогеры там устраивают на 30 человек подпишись, туда сходи, папоротник найди, в лесу закопать. Не нужно вообще ничего этого. Вы должны быть подписаны на мой телеграм, на мой фотограм, лайкнуть самую новую фотку. Но в телеграме есть все условия, там прям по ссылочке можно перейти. Лайкайте, пишите коммент от 3-х слов, желательно нормальный, а не ты красивая, класс. Хотя так тоже можно, главное не смайлики. Репостите этот пост себе в сторис, отмечаете меня, все, вы участник. Я скриню, что вы репостали в сторис, проверяю, что есть от вас лайк, есть коммент, что вы подписаны на меня, и потом буду проверять на телеграм, что были подписаны. Кстати говоря, это очень легко провериться, потому что в телеграме будут подведены итоги и выбором победителя. Поэтому, если вы победили, и я напишу в телеграме об этом, и мне вы не напишите, значит, вы просрете свой приз, и я буду перезабирать победителя. Поэтому, не просадите, пожалуйста, ребятки, вот такую разыгрываю баночку. Если победитель выиграет из Москвы, лично в руки передам, фоткуюсь с вами, там, все, что хотите, короче. Поэтому, я думаю, это классная возможность, выиграть бесплатно, если вдруг у вас не получалось купить, заказать, а осталось, кстати, совсем немного. Реально, все последние штуки партии распродаются, и если вы хотите купить, то успевайте сделать это сейчас. Ссылочку тоже оставлю в описании. Во-первых, сейчас мои борщики продаются по очень приятным скидочкам. Да, я сняла маску, она мне задолбала, выглядела уже вообще не очень. Не то, как стоило бы, знаете, толкать какой-то свой продукт, рекламировать непрезентабельно. Поэтому вот, ссылка для покупки в описании. Осталось реально немного, поэтому, кто еще не купил, кто хотел меня поддержать, как блогера, и попробовать, какой я придумала вкус, карамельные бошки, тут рисовые хлопья, даже с блестками, если что, они экологичные, кушать можно, съедобные, то есть это десертные блестки, это настоящий, чистейший, вкуснейший, бельгийский шоколад, там есть рисовые хлопья, орешки, карамель, просто, если вы любитель карамели, то вы обязаны это попробовать, это очень-очень вкусно, дизайн тоже не просто так, Милена Мурмур все-таки, и вот здесь подписано, все очень красиво, голографически, короче, ребятки, заказывайте, осталось немного отмечать у меня в фото грамме, в фото грамме, не знаю, что это, я какую-то хрень сказала, вот, я буду вас репостить обязательно, поэтому я очень рада, когда вы мне присылаете фото, на зоне, кстати, отзывы, и все такие хорошие, я была просто в шоке, с фотографиями, мне так приятно, заходишь на озон, мало того, что там твой товар, еще и все довольны, блин, для меня это вообще самое лучшее, я очень рада, что вам понравилось, спасибо за такую позитивную, теплую, и достаточно большую, обратную связь, активную, мне капец, вот просто, это так приятно, невероятно, люблю вас, ребятки, вы лучшие, реально, мне кажется, у меня очень крутая аудитория, и это супер, собственно говоря, я очень рада, что вы у меня такие есть, ну и конечно же, я такая крутая, вот как если бы не я, у меня не было бы такой аудитории, правильно, какая я, такая аудитория, поэтому, ребятки, мы с вами самые крутые, помните это, знайте, и заказывайте мои бошки, ссылка в описании, ну либо пробуйте свою удачу в конкурсе, я думаю, кому-то из вас точно повезет, видите, брови нарисовала, и уже как будто бы, ну чуть-чуть, человек поприятнее, такой, ну более какой-то смотрибельный, да, ну может не супер, но все же получше, чем без, все, бегу на реснички, уже как будто бы чуть-чуть опаздываю, кстати, впервые в жизни, обычно я выхожу настолько заранее, потому что я очень далеко живу, я всегда прихожу очень-очень сильно рано, но сегодня, походу, не тот вариант, поэтому мне сейчас нужно будет прям бежать-бежать, в общем, ребятки, прикол такой, я приехала на реснички, и смотрите, вы вот входите в подъезд, да, и короче, здесь сразу на входе, вот еще есть одна дверь, то есть вот вы зашли, и тут как бы лифт, лестница под эти, господи, квартиры, и вот дверь в подвал, и короче, там всякий шурум, вроде как есть, какие-то магазины, и вот там мне наращивают реснички, и короче, я сейчас приехала, и там закрыто, я пишу своему мастеру, типа, здравствуйте, я подошла, тут закрыто, помогите открыть, а мне пишут, здравствуйте, а вы не в курсе, вам администратор не написала, и я такая, нет, а что такое, потому что я сегодня распланировала день, у меня сейчас должны быть ресницы, а потом как раз таки я рассчитала, что я могу куда-нибудь забежать, покушать, там что-нибудь поделать, прогуляться, опять-таки, поснимать влог, и затем коррекция моего одного ногтя, вот наращивания, двух точнее, и короче, оказывается, что сегодня там у этой девушки выезд на дом 2, то есть реснички она делает еще и всяким участницам в дом 2, прям выезжает туда и там делает, и сегодня выезд, то есть все записи отменились, и администратор должна была предупредить, написать, о, да будет свет, но этого не произошло, и я сейчас, получается, потратила два часа на дорогу, ну окей, полтора, приехала, стою, жду, что меня впустят, я, кстати, не опоздала, приехала на три минуты раньше, а мне пишут, а вас не предупредили, ну, это, конечно, администратор, я считаю, нужно такой выговор сделать, мне сказали, что, ой, дверь тяжелая, короче, мне пообещали сделать скидку в 20% на следующие реснички, и это, конечно, приятно, вот, ну просто самое обидное, причем, ладно бы, это не так страшно, на самом деле, сейчас, потому что у меня свежая ресница, это просто коррекция, пару пучков наклеить, поэтому, ну, не критично, но то, что я проделала такой путь, и рассчитывала, и планы дальнейшие от этого строила, как бы, сейчас я могла бы видос грузить, влог там у меня грузится, дома первые, которые вот вы уже посмотрели, там нужно монетизацию настроить, обложку добавить, а я это планировала как раз после всех дел, получается, я могла этим сейчас заниматься, спокойно, и я этим не занимаюсь, и я сейчас поеду домой, потому что мне нечем заняться до 6.30, представляете, что мне сделать, столько времени, просто где мне ходить, что делать, вообще, непонятно, а следующая запись у меня ногти в 6.30, то есть, представляете, а сейчас 1.30, что мне делать, столько времени, где гулять, чем себя занимать, хрен знает, поэтому мне придется сейчас ехать домой, снова часа полтора, и получается, снова у меня минуточек 40 будет побыть дома, и снова уже нужно выезжать на ногти, то есть, я просто туда-сюда сейчас гоняю, целый день, по сути, убью на метро, на дорогу, так что, вот, взяла себе кофеек, и еду домой, хотя бы, может, лицо приведу в божеский вид, вот, видите, могла накраситься, могла накраситься, и красиво быть в этом влоге по окончанию, сейчас я, конечно, не успею супер накраситься, но хотя бы чуть-чуть, потому что, получилась вот такая ситуация, форс-мажор, ну, ладно, бывает, просто немножечко обидно, короче, я сделала финт ушами, написала в салон ногтей, что я освободилась пораньше, если есть возможность, чтобы я приехала и сделала вот это все пораньше, свою коррекцию, а мне там делал буквально на минуточек, ну, 30 максимум, то я, типа, приеду, мне сказали, да, приезжайте к трем, и вот уже я здесь, шестой этаж, господи, я сейчас умру, почему мы так быстро стареем, реально, у меня движка, это просто трэш какая-то, какой-то точнее, и вот сейчас я поднимаюсь, мне отремонтируют ноготки, поэтому это вообще идеально, я была недалеко, добралась сюда, погуляла минуточек 25 на улице, покурила ашкюдишку, которую я купила новую, послушала музыку, фух, ребят, не знаю, вдыхалка, все, мне кажется, кстати, курилки тоже на это очень-очень сильно влияют, потому что я прям, как будто мне 65, а не 25, выгляжу уже примерно так же, это ужасно, ладно, идем в салон, все сделали мне ноготочки, наконец-таки я счастлива, там уже ребята шутятся, что мне проще было лужа переделать, в самой студии, в салоне говорят, чем типа ты каждый раз так будешь приезжать, я говорю, да нет, все окей, все в порядке, ребята такие позитивные, блин, мне нравится на самом деле, эта студия реально, и по атмосфере там очень красиво, я правда стеснялась снимать, потому что я и так прихожу, снимаю, мне переделают, они, наверное, думают, что я жалуюсь, и сейчас их просто говном оболью, и снимаю какую-нибудь жуткую проверку, что типа у меня тысячу пальцев переломало, и что я в 101 раз прихожу, ни в коем случае, мне очень понравился этот салон, вот, и я буду туда ходить на ногти теперь, конечно, я буду искать еще и другие салоны, потому что я в поиске нового, всегда интересно, но здесь по атмосфере, по комфорту, по вайбу, знаете, мне прям очень нравится, классно, поэтому, вот, ну да, сделала у стажера, да, ну, понятное дело, третий раз девочка делала ногти, поэтому как бы никто не обещал, что я, типа, буду год с ним ходить, да, поэтому у меня вообще нет никаких претензий, вот, просто в следующий раз, наверное, запишусь к мастер, но либо у этой девочки скилл подрастет, и как раз все будет супер, остальные-то держатся нормально, так что нормально едет все, я бы показала вторую руку, но я правша и снимаю направо, и мне очень неудобно, поэтому поподробнее, все при хорошем освещении будет дома, и как раз, пока я доеду, откроется влог, который вы уже посмотрели, и наверняка через пару дней уже этот вышел, и я очень постараюсь не пропадать, ребятки, я прям сделаю все возможное и невозможное, но с психикой, вы понимаете, да, не так работает, не так, ты щелкнул такой, все, у меня отличное настроение, я больше не грущу, я работоспособна, продуктивна, и вообще самая счастливая в мире, к сожалению, так и невозможно, и волшебной таблетки для этого нету, и даже психолог тоже решить за тебя это не может, поэтому это долго длится у меня сложно, и работа, непочатый край, детство у меня было, сами знаете, как я не свихнулась, хотя может свихнулась, и мне просто кажется, что все окей, хотя мне даже так не кажется, короче ладно, опять я какую-то хуйню начинаю нести, мне порой кажется, что я уже просто реально ебанулась, и почему вы это смотрите, не знаю, порой мне кажется, что вы смотрите, чтобы просто поугарать, подумать, вот она ебанашка тупая, или у нее опять какая-то хуйня, или вот она глупая, скажите, это так, вы за это у меня смотрите или нет, потому что у меня закрадываются сомнения, что как будто бы да, но это не так, я норм на самом деле, вроде бы, так друзья, я сейчас сижу и монтирую этот влог, и я обалдела с того, насколько он огромный, материала было на час пятьдесят, практически два часа, я сократила, все равно остается час, я понимаю, что это уже перебор, это борщ полноценный, поэтому сегодня я не крашусь, ничего не снимаю, даже не придумываю, а просто заканчиваю этот влог на позитивной ноте, я очень надеюсь, что он вам понравился, все ногти целы до сих пор, вот вторая рука, все хорошо, пока что держится, обязательно напишите, как вам такой маникюр, какую длину носите сами, наращиваете ли вы ногти, или у вас свои, и свои тоже вы носите, длинные или короткие, напишите, мне все интересно, также обязательно пишите любые свои эмоции, мысли по поводу того, всего, что происходило в этом влоге, достаточно таком большом, динамичном, очень таком насыщенном, так что буду ждать ваши комментарии, конечно же, обязательно поставь большой пальчик вверх, для меня это очень важно, для тебя быстро и бесплатно, подпишись на канал, если вдруг все еще почему-то этого не сделал, плацни колокольчик, чтобы точно не пропустить уведомления обо всех моих новых видео, всяких обновлениях и так далее, и до скорых встреч, хорошего вечера, либо хорошего утра, пока-пока!